Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем знакомиться с сайти-фойти с этой волшебной методологией от разработчиков Тагав. В общем, на прошлом занятии мы с вами разобрались с тем, кто и для чего это создал. Поговорили о собственно ключевой логике. А на этом мы продолжим. Итак, вспомогательные потоки. Финансы, активы, снабжение и взаимоотношения с вендорами, аналитика и отчетность, проекты ресурсов, управление рисками. Финансы, активы, я думаю, понятно. Закупка, отчеты о работе этих служб, проектный менеджмент и управление рисками в IT. Сказали, что здесь что-то новое, но я что-то особого не вижу. Очень интересный слайд. Как все это связано? Я видел не одну статью о том, что все это связано еще и с Кобитом. Нет, это не связано с Кобитом. В реальности эти системы абсолютно несовместимы. Это полный бред. Итак, начинать надо с ТАГАВ. ТАГАВ – это стандарт общекорпоративной архитектуры. Для моделирования ТАГАВ используется Архимейт. Думаю, я уже вам этой фразой надоел. Лучшая методология по операционному IT-менеджменту – это ITIL. А вот эталонная архитектура IT – IT-фоти. То есть, связь между ними, она неразрывна. Можно как бы их соединить тысячу стрелочек внутри друг друга. Что для себя я формулирую? Я формулирую IT-фоти как часть ТАГАВ. Да, это не так, не в реальности, но концептуально – это часть ТАГАВ. ТАГАВ, как и IT-фоти, моделируется с помощью языка Архимейт. А ITIL – это подход к тому, как поделить вашу IT-службу на первую, вторую, третью, пятую, десятую линии, в каком порядке им обрабатывать звонки. И как классифицировать, и на основании чего можно выстроить приличную IT-аналитику в операционном уровне. А вот теперь сложно. Мы до этого поговорили про потоки. У нас была ценность формировалась, внутри нее было четыре. Портфолио, развертывание и так далее. А еще есть модели. И вот модели вообще никак не зависят от конкретной реализации, как и потоки. Это модель обслуживания, модель интеграции, информационная модель и функциональная модель. Мы с вами эти модели будем разбирать на отдельных видео. Но я думаю, понятно, приблизительно за что они отвечают. Информационные – это данные, модель интеграции – это между системой, модель обслуживания – как грамотно организовать сервис, функциональная – это структура блоков в IT-службе. Минимальным элементом в IT-фоте является функциональный компонент. Это не что иное, как программный строительный блок и меньшая единица в талонной архитектуре. Например, сервер. На самом деле формальный процессор, но я категорически не согласен с таким подходом. Я не буду делить сервера на какие-то отдельные блоки, потому что сам по себе процессор ценности не представляет. Даже для специалиста пойти. Потому что процессор никаких услуг и никаких сервисов никому предоставить не может. Смотрим ниже. Функциональные компоненты должны иметь определенные входы и выходы. То есть какие-то данные проходят через сервер и из него выходят. И оказывают влияние… Тут это определение. Понятно, что если у нас есть сервер с UBD, то что-то попадает на этот сервер, что-то из него выходит. И оказывается, этот сервер на что-то влияние. На этом пока все по данному вопросу. В дальнейшем структура у нас будет следующая. Мы с вами разберем каждый поток и каждую модель. Собственно, повторюсь, у нас 4 потока. Кто не забыл с прошлой лекции. И 4 модели. На этом разбор IT-фоти закончится. Также мы в девятом видео и в десятом отдельно эти видео будут проговорим о том, как использовать тага в сайте фоти и проговорим, как с данной референсной архитектурой использовать IT-фоти. Получается, в курсе у нас два вступительных видео, четыре разъясняющих и два дополняющих. Ну, восемь, вернее, разъясняющих. Получается нормально. Если у вас какие-то будут замечания по структуре курса, пишите в комментариях, обсудим. Но пока мне кажется, что этого вполне достаточно. Предвижу вопрос. Насколько легко это все внедрить? Пока сказать не могу. У меня пока на этот конкретный ответ на конкретный этот вопрос завершенного ответа, к сожалению, в данный момент нет. Постараюсь на него ответить вам где-то ближе к марту. Насколько именно легко или насколько сложно? Я думаю, что ответ будет сложно, но какие-то конкретные рекомендации по внедрению в компанию IT-фоти, надеюсь, что я правильно это произношу, я смогу дать, наверное, к концу февраля, о начале марта, не раньше. На этом спасибо за внимание, до свидания.